Первая мировая война. Темное время для человечества. Миллионы людей погибли, миллионы были искалечены, миллионы лишились близких. И все же, несмотря на все ужасы, эта война во многом стала как бы репетицией перед еще более чудовищной Второй мировой. Все наработанное во время Первой мировой войны, схемы снабжения, тактические ходы, метод защиты от подводных лодок и многое, многое другое было усовершенствовано, доработано и пущено в ход спустя 20 лет. И если Вторая мировая закончилась первыми в мире ядерными взрывами, то Первая мировая была ознаменована самым сильным взрывом доядерной эпохи. С вами по-прежнему в Техно-2 и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на вопрос о том, как это было на самом деле. С началом войны канадский город Галифакс, некогда бывшей важной морской базой Британского Королевского флота, снова стал востребован в качестве базы Королевского флота Канады, а также для формирования следующих в Европу конвоев. Галифакс расположен в узком перешейке, отделяющем Атлантический океан от обширной закрытой бухты под названием Бетфордский бассейн. Эта особенность давала возможность наглухо перекрыть для немецких подлодок путь к месту формирования конвоев и стоянки флота. Вдобавок, удобное расположение позволяло всем курсирующим между Европой и Северной Америкой кораблям получать топливо и груз, не опасаясь нападения. Именно здесь, в узком перешейке между Галифаксской бухтой и Бетфордским бассейном, 98 лет назад, 6 декабря 1917 года, в результате сложения ошибочных действий капитанов и лоцманов, столкнулись два корабля. Норвежский «Имо», шедший поражняком, и французский «Монблан», груженный доверху. Это событие вряд ли вошло бы в историю, если бы французский корабль собирался идти в Бордо, к примеру, с грузом продовольствия или медикаментов. К несчастью, он был доверху нагружен смертью. На нем было 200 тонн тротила, 35 тонн бензола, 2300 тонн пикриновой кислоты. Эту смерть предполагалось равномерно распределить по солдатам и укреплениям Тройственного Союза. Но испытать ее на себе пришлось мирным жителям Галифакса. В прекрасную погоду и при великолепной видимости, «Имо» и «Монблан» опасно сблизились перед поворотом пролива. В результате нескольких неверных решений с обеих сторон корабли оказались на расстоянии 15 метров друг от друга и вполне могли разойтись. Но тут капитаны друг друга не поняли. «Монблан» стал отворачивать, сдавая назад, и «Имо» дал задний ход. Через несколько мгновений нос «Имо» ударил в правый борт «Монблана». Бочки с бензолом на борту французского транспортника разбились. Бензол потек по палубе, а оттуда – к складу пикриновой кислоты. Через минуту-другую от искр бензола загорелся. Пламя мгновенно распространялось, захватывая новые бочки. Стоп густого черного дыма поднялся на 100 метров вверх. Экипаж французского корабля, зная о составе груза на борту, понимал, что борьба за спасение судна бессмысленна и приведет только к большим жертвам. Лоцман советовал дать полный вперед и направить судно к выходу из пролива, чтобы корабль зачерпнул в трехметровую пробоину больше воды и пошел на дно. Но капитан Монблана, заботясь об экипаже, дал приказ спустить шлюпки. Неуправляемый горящий Монблан течение принесло к пирсам северной части Галифакса, которые тоже загорелись. Привлеченные зрелищем большого пожара, на берегу стали собираться люди. Затем подошли пожарные суда и буксир «Стелла Марис», который начал на тросе отводить французский корабль в сторону моря. В 9 часов и 6 минут утра 6 декабря 1917 года произошел взрыв. Взрывная волна распространялась в 23 раза быстрее звука, ее почувствовали даже люди, живущие в двух сотнях километров от эпицентра. Столб дыма поднялся на 3,5 километра. Все здания в радиусе 2,5 километров были полностью уничтожены и превращены в руины. Вода в перешейке между бухтами мгновенно испарилась, обнажив дно. Охлынувшая на ее место масса воды обрушилась на город 18-метровой волной. 1963 человека погибли. 9 тысяч человек были ранены. 500 из них ослеплены осколками стекол и потеряли зрение. Не менее 25 тысяч человек лишились крова. От разрушения печных трупов и очагов в городе начались многочисленные пожары, которые уничтожили и сравнительно отдаленные районы. Многие государства пришли на помощь разрушенному городу. Собирались пожертвования, направлялись теплые вещи, палатки, продукты питания. 13 декабря 1917 года в уцелевшем здании городского суда Галифакса началось разбирательство. Оно закончилось 4 февраля 1918 года. Виновными были признаны двое. Ле Медек и местный лоцман Маккей, которые были арестованы. Однако через год с небольшим, после рассмотрения дела Верховным судом Канады, оба были освобождены и им вернули лицензии судоводителей. Международный суд, рассматривая иски обеих судоходных компаний, пришел к выводу, что в столкновении в равной степени виноватый капитан Имма, погибший при взрыве Иммонблана. Однако французское правительство такое решение не признало. Ле Медек продолжал служить в фирме, в компании General Transatlantic, до 1922 года. А в 1931 году, в связи с выходом на пенсию, он был награжден Орденом Почетного Легиона. Пароход Имма во время взрыва был выброшен на Мель. В 1918 году его сняли с Мели, отремонтировали и переименовали в Гивернорон. В 1921 году он во время рейса в Антарктику наскочил на камни и затонул. Взрыв в Галифаксе – самый мощный взрыв неядерного происхождения в истории человечества. Это, возможно, первая техногенная катастрофа такого масштаба, открывшая чудовищную череду плодов ошибок и оплошностей, жадности и безответственности, которая продолжается и по сей день. На любом предприятии, в любом серьезном деле новичку, скорее всего, скажут, что правила или устав написаны не просто так, а кровью. Но несмотря на все эти написанные кровью уставы и правила, кровь продолжает проливаться. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok